Добрый день! Слава Христу! Игнатий Тихонович, вот сегодня утром смотрела ролик, где вы с Устиновым, Владимиром Александровичем, беседовали. И вы промолчали всю беседу и ничего ему не ответили. Можете сказать почему? Могу. Скажите, если не секрет. Секретов никаких и нет, потому что перед этим уже было несколько таких роликов. И они выставлены у меня на форуме. Беседы-то никакой не было. Какая беседа-то? Если я не сказал, даже звука не издал. Какая же беседа-то? С кем она была? Одностороннее движение. Он не может остановиться никак. Однажды допустил это семь злейших в себя, и он ничего не может делать. И не спать, ничего. И вот он пишет и пишет. И уже это писанину публиковал. А это не касается его. Вот он, я живу в другом конце города, он приехал в Барнауле. Ему надо, чтобы я прочитал. Вот когда старый колдун или кто-то умирает, ему надо кого-то за руку взять, чтобы передать. У него этот синдром. Он ничего не может сделать. Через забор перелез. Я его принял. Уже опубликовали. Он снова пишет письмо, собирает и собирает все. Я тоже ни одного слова не сказал. Так он пошел за стенку к Надежде Васильевне и уснуть-то не дает, ни сам, пока не просчитал. Просчитал я и тогда, а там пишет тетрадь целую. Тогда только смог спать. И здесь он болеет, и болеет. Сейчас он в больнице опять лежит. Ну и что? Я пришел тогда. Он обычно боится записывать, а тут согласился. Ну и вот, побыли вместе. Ни одного слова нет правды. Ни одного. Он не знает ничего. И писание так сверху хватает. Трудная работа была. Работал на электровозе. Там трясло какое было. Тут понятно, с чем связано. Он даже, ну, старобрядец. Упорно и ужасно. У нас в храме нужно обязательно, чтобы ты был застегнутый. Растегивается. Пришлось, ну, это давнейшее уже. Надеть пояс тоже никак. Но раз приехал, надо как-то. А жена-то сестра моя родная. И они тогда собираются, родственники. И там уже до этого-то было, сколько уже роликов-то. Он гонит и гонит. Они дома спектакли разыгрывают. А как-то подать будут. Семь человек. Семь. Семь злейших. И вот они. Это все записано. Перед этим-то было. И это ничего нельзя сделать. Нет. Потому что лучше бы не познать. Да, я все смотрела. Да, смотрела. Ну, вот смотрела. Лучше бы не познать пути правды. Отвечать никак нельзя. Сразу начинается такое. Я бы написал однажды. Что? Какие препятствия к тому, чтобы вы такими не были. Хамами. Безобразничают. Собираются вместе. Собираются вместе. И они там только меня одного промывают. Вот если бы я не так делал, а вот так людей бы были. Тут тысячи потеряю. Ну, ты возьми, то скажи. Ни одной души нету. Никто не приехал за все время. Работал сколько. Никого нигде нету. Только свое гнездо. И отвечать никак нельзя. Каждое слово выворачивается по-своему. Я еще ему могу сказать. Я могу только плакать и молиться. Алексей даже не захотел с вами там. Да он-то. Я пригласили. Все. И он выскочил. Все. Там огромная страшная беда ненависти. И ни примирения, ничего нету. Вот когда Лыковых обнаружили там на Абазе. Карповых. Лыковых-то было. Карп Осипович. Агафья вот там где. И пишет, который в Комсомольской правде. Он там об этом всегда писал им. Песков. Василий Михайлович, что ли, его звать. И он говорит, разговариваю с ними. И сказал, а где вы были в войну? Как, война была? Они там не знали, что война была. Да, были он. С немцем? Германизм пошел. Проклятие Петру. Это он с немцами якшался. У нас тут фотограф один. Но он такой фотограф. Один из самых главных нам в краю. Ну и куда-то командировка была в Старобряческое село. Ну все по-хорошему было. Ну увидели на фотоаппарате написано Никон. А Никон это реформа. Как они на него там насели? Он говорит, это японская фирма. Нет, Никон написано. Что ты обманываешь-то? Я, говорит, не могу ничего сделать. Это внутри. У них священник такой был Симеон Дурасов. Ну и ему пришлось священство оставить. Он обличил их. И они там на него напустились как. Он говорит, у нас, говорит, у Старобряческого положение. Вот это не коньяни. Вот мы это не коньяни для них. Как будто бы нас сегодня с дыбы сняли с огня. У них вот есть такой фильм «Раскол». Николай Досталь, режиссер. 20 серий видели, нет? Я спрашиваю, фильм этот видели? Я не смотрела. «Раскол», «Раскол». Ну можно посмотреть. Я спрашивал там знатоков. То участие принимали Старобряцы? Конечно. Всем довольны? Всем. Все правильно, все правильно. У них там с Никоном борьба идет. 20 серий. Библия ни разу не появилась в руках. Они ее не знают. И вот Владимир, это у них отец. Это мой друг был. Очень хороший его. Но дети-то не в отца пошли. И вот начинаем когда беседовать. А это перевели неправильно. Я им подарил Новый Завет. Он неправильно переведен. Это не коньяни испортили. Не коньяни, это православное. От Никона. Доказать ничего нельзя. И он стал им говорить. Они его сразу сана лишили. Был такой экстраординарный профессор. Потом он Михаил стал. Семенов фамилия его. И он перешел в Старобрящество. Где-то там восьмой год или какой. Того еще. 1908. И вот это журнал у них Старобрящеский. Все это отпечатало. Старобрящеская мысль называется. Они его довели такого состояния. Он совершенно умом поехал. Он не причаститься ничего нельзя. И так его где-то избили. Кто избил неизвестно, так и помер. Один-то переходил туда. Его поставили епископом канадским. Более свирепого общества. Я-то знаком со всеми сектантами. Работал. За всю жизнь не встречал. Никогда ничего нигде не прощают. Если ничего нет, то друг друга грызут. Вот надо... Указка не такая там... Ноту не так взял. Дорими, фасоль, леси. А у них там еще одна нота какая-то. Восьмая. Еще бы ему отвечал. Ну, маленько он удовлетворился, что я сидел там. Маленько поры-то сбросил. Хоть одну ночь поспал спокойно. Вот и все. И подойти никак нельзя ни с какой стороны. Вот и все. Аминь. Спасибо, Христос. Да. Я ничего не могу сделать. Его познакомился с сестрой я. Дети его, если бы я их не познакомил, детей бы не было. Веры не было. Они мне по самую макушку должны всем. И деревни-то не было бы. Пришел-то на готовый. А мы сколько труда, сколько я в администрации, прокуратуре. Земли нету. Он пришел на готовый. Хоть бы одно чувство благодарности было. Ни грамма. И вот когда у нас был, приехал митрополит Сергий, а сын-то его написал даже какую-то жалобу. Ну, архиерея отслужил и говорит, а где он такой-то называет его? Его не было здесь. Я говорю, да коров пасет. Ну, он просил к нему зайти. Пешком пошел из храма к ним. И мы там еще на улице молимся. На колени преклонили. Видела? С архиереем. Да, видела, видела. Видела. Ну, они пошли. Отец Аким и Аня. Я говорю, ну и что там? Махнул рукой только что. Я говорю, ну что им надо? Ну, вывод один говорит. Желание, чтобы я умер и все. То есть они не успокаиваются никак. Это нельзя сказать. Ни с чем объяснить, как только дьявол, ящел, лукоубийца и лжец. Здесь то и другое все соединяется. А меня это никак не трогает. Я живу. Хороший сон, хороший аппетит. Непрестанная работа. У них, может быть, что-то есть, они создали, и где-то ничего нет. Ну, вот перед отъездом он сам пришел на занятия и высказал желание, чтобы можно записать было. Ну, я и пошел. Я пошел, и Володя. Володя снимал. А когда я пригласил, теперь ко мне пойдем, дома я стал бы беседовать. Ни под каким видом не пошли. Я им написал, до этого еще было другому человеку писал. Кажется, 146 выписок из Библии, которые заставили бы их стоять на месте. Которые препятствуют быть такими звероподобными. И они ничего не считают. 146 мест Библии подобраны. Вот, допустим, он хамит. Нужно подумать, кто старше, не старше, какая твоя должность. По всем признакам. Все это заставляет замолчать. На них это не действует. Если кто Библию досчитает до конца, сойдет с ума. Это чисто старобряческая наработка. Вот. Ни одного слова нельзя сказать. Любое. Даже если бы я звук просто издал, и на это нападет. Но тут мы все-таки ушли. Вот когда Вячеслав был, они там стали криветать. И тогда, дескать, люди приходят, крещаются, а их нигде нету. А тут пришли мы сразу человек 10. Но решили беседовать. Это невозможно. Это все сами увидели. Вот своими глазами. Я ничего не прибавляю. Там, когда на занятиях, когда они собрали все это, батюшка спрашивает. Так вы дома-то отрепетировали? Кто первый, второй? Да. А то на меня нападать. Я еще могу только вызывать к Богу. Помилуй Господи. Они не плетут мне венок. Велика ваша награда на небесах. Они вам даже слова сказать не дают. Нет. Ну, тут не было того, что не дают. Они хотели бы, чтобы я сказал. В данном случае. А там-то они никак... Здесь вы правильно поступили. Да. Они уже сплетенные. И притом ни одного обвинения нет справедливого. Вот сейчас выстоял ролик. Никита у нас был. Никита Андреевич Колесников. И он говорит, я буду банить, закрывать всех, кто нападает на Игнатия Тихоновича. Они там ругаются, что попало. Которые меня никогда не видали. На Украине живут. Это у меня такой запах идет. Живительный на жизнь и смертоносный на смерть. О чем Павел пишет. Так Никиту они задолбили. Вот ты был, ты ездил там. Ну, и разное всякое-то. Я это случайно увидал даже ролик. Смотрел я. Вчера я его увидал и скачал себе. Это... Это мужчин такой. Так Господь дал мне. Ну, вот возьми. Москва где находится и Дальний Восток где? От Москвы до Дальнего Востока в 80-е годы никого не арестовали. Одного меня. Раз за разом. Почему? Ответ один. Избранник. И обвинения какие ставят. Все. Советская власть меня реабилитировала по всем статьям. Вот только я новое свидетельство получил. Полностью написано реабилитировано. Мне свидетельство дали такое. Я могу, если надо, скину. Ну, вот сестра, Марина. Все здесь. Мне ущерба никакого нет. Просто велика награда. И все. Аминь. Слава Иисусу. Если вопросов нет, я отхожу. Батюшка там что-то приболел. Помолитесь. Вот как-то объявление дать бы, чтобы знали. Отец Аким. Я даже не знал, что-то температура там. Да у него лежал как осенью-то. Может, сохранил еще такое. Ну, все. Тогда отхожу. Продолжение следует.